Сон, какая красота уже к Новому году. Смотри, как красиво веточки сделаны. Смотри, как клюква. Это клюква. Вот какой Дедушка Мороз. Какой красивый. Ой, смотри, какая красота. Да, прямо чувствуется настроение такое. Новогодний как-то. Здесь молодые птицы. Это мы находимся в магазине Alma. А вот маленькие елочки. Надо было связать себе с новогодним как-то. Вот такие мыли пузьки. Подарочки новогодние. Вот они, Дед Морозики. А смотри, ощущение такого Нового года. Небесных фонариков. Ага, вон бабочка. Фонарики эти, которые с Новым годом летают. Ой, а вот здесь-то. Дед Мороз с коленками назад. Ага. Это который полдет вверх, да? В общем, все готово к Новому году. И даже вот такие огромные шары. Вот меряю пуховичок. Рибок. Я же все ищу себе вот такой вот светленький пуховичок. Вот. В принципе, в принципе, неплохой, но не знаю, что-то меня смущает. Не пойму, что он. Есть такой вот прямо простой. Не, ну, в этом хорошо, в этом есть плюс, в том, что он хорошо. Смущает то, что либо он длинноватый, слегка вот так был бы покороче. А тебе зачем длинноватый? Ну, вот, приехали к Лене с Вовой. Не прошло и полгода. Все по-прежнему. Вот он домик. Да, только осень уже. Да. Зима. Вообще у нормальных людей зима не очень. Ну, давайте, показывайте. Боже ж ты мой. Вот это да. Вот это да. Ну-ка, а тут поярче свет не включается? Включается. Ну, какая красота. А где вы взяли эту прихожку? Вы ее покупали, да? Вова сам сделал своими руками. Как своими руками? Ну, полностью. А где? Купили ламинированное ДСП и все сделал. Да ты что? Он распилил на своем станке. Мы потом покажем. Ничего себе. Я думала, это вы вот такой купили. Нет, полностью. Еще здесь будут две шубляночки. Слушай, и купили просто ручки вот такие он купил. Все купили, да. Все купили, все распилили, все сделали. Вот это Вова мастер на все руки. Это надо такое вообще. Вова, ну ты меня поразил. Как ты мог сам такое сделать? Сделал, ну как, взял и сделал. Молодец. А здесь тоже изменения. Ну, так хорошо здесь холодильник. А почему я не поняла, а ты его забраковала сначала? Ну, сначала забраковала. А теперь вот так делали его, пока опять же этими стилами. Очень здорово. Вот здесь, кто помнит, стоял холодильник здесь. Вы поменяли места. Да, а здесь стоял в углублении, как бы кулер стоял. И сейчас вот переставили, да он тут так хорошо, не бросается в глаза. В такой как бы нише. Ну, мы сделали это для того, что здесь будет потом портал дубовый. А здесь будет вот такой комод. Вот он специально выпускает эта фирма, вот как стол. Я же кухню все равно буду менять. У меня же не будет такая кухня. Комод этот, как буфет. Буфет. Огромный буфет во весь проем. Ну, вот так очень-очень здорово. Он вот такой будет, вот это, как стулья, как стол наш. Вот такой будет буфет. Нужно воду спускать, да? Да. О, видишь, сколько у нас. О, видишь, воду сколько. Видишь, Нина, Ленечка молодец, делал краники. Теперь у нас будут... Вов, так они точно такие же. Так вот их же купили. А, чуть-чуть разные, чуть-чуть. Я имею в виду ручка капельку отличалась. Ну, просто кулер, видишь, уже вышел. Так что вот, сейчас поменяем его краники, чтобы не текли все. Надо налить нам чай с Валей, как раз. А мне предложили выбрать себе комнату. У меня три есть на выбор, в какой я буду жить. Я могу жить на первом этаже, вот здесь. Я, скорее всего, поеду на третью в свою любимую комнату. Да, кстати, там тоже, это, я тюлечки повесила там. Вот, ну все, это я потом перееду туда. Ты оба переставила, что ли? Ну, да? Ну, так вообще, ты посмотри, какая красота. Ой, новый кулер прямо. Да, так красивенько. Ты говоришь, не менять. Вон они два каких новеньких стоят. Вот, Ленечка, смотри, твои краники уже на месте. Мама, смотри, какие коробочки я забрала. Там замечательные. Она их уже убрала, а я думаю, пусть у меня постоят. Мне очень нравится. Здесь, смотри, лежит домашняя, это, домашняя, мы с мамой, нет, это рис буры, а здесь мы делали домашнюю лапшу. Но это я еще не попереложила. Мама, смотри, мамочка. Ну, пока, а вообще надо сюда положить, конечно, такое там, соль, сахар, что-нибудь такое. Ну вот. Убрать вот соль, сахар отсюда. Положить в эти банки. Вот здесь ничего не изменилось. Здесь все так же. Во дворе уже все прибрали. Гамаки унесли, убрали на зиму. О, зима же все-таки. Ну что вы хотите? Все чистенько, прибрано все. Это природа прибралась, не мы. Природа убрала на зиму. Вот коллекции также здесь на месте. Вот Вовкины бутылочки, бутылочки, бутылочки. Цветочки, мне кажется, у тебя разрослись. Разрослись. А вот эту ты приспособила к куринку или нет? А, это подарили мне же новый цветок. Какой красивый. И мне некуда было его поставить. И я его решила, чтобы он у меня был на уровне вот этих больших. Я его решила поставить. И очень красиво, правда, в этом углу. Вот как бы тут было слишком много, а теперь, мне кажется, все гармонично. Да-да-да, идеально просто. Я не люблю маленькие цветки. Поэтому мне пришлось... А видела, какая у меня орхидея? Уже расцвела, что она еще раз. А, нет, не видела. Нет, не видела. Она уже сейчас не цветет. Ой, какая красивая. А эта расцвела, это вот Свастюке подарили. Смотри, какая. Только-только расцвела. Я говорю, как раз. Она, видишь, вот это все будет цвести. Да-да-да. Это вот она, она такая была пышная. Просто уже второй раз. Какой необычный. Видишь, вот она дает эти. А эти еще не цветут. Эти маленькие. Ну, листик дала. Вот сейчас дала листик. А это, видишь... Но цвет какой прям необычный, необычный. Вот это вот розовое, это белое. Ну, они будут расти. Просто они, мне же разный сезон. Они то отцветают, то при этом. Ну, да, хорошо стало. Очень здорово стало. Прямо у вас квартира с каждым разом все более такая гармоничная, гармоничная становится. Нас мало. Нас мало красивая квартира. Ну, что это такое? Квартира номер один. Ой, квартира. Вот как Лене тапочки. Подарок на Новый год. Интрига раскрыта, кому зеленые тапочки. Леночки. Интрига, кому зеленые тапочки. Я смотрю в своем доме. Ходила в белых тапочках. А, надо белые и зеленые. Нет, мои белые. Тогда зеленые тапочки. А эти белые еще и в галоши будут. Белые, значит, белые. О, слушай, ну, убийца видимо. Убийца, да. Надо теперь это. Это придет вот, брать вот такую подошву. У них просто очень скользкие полы. Нет, Валя, смотри, что я делаю. Я беру вот такую подошву от таких тапочек. У меня очень много таких тапочек. Очень много. Потому что тапочки же вынашиваются. И подошвы остаются. Подошвы, их просто берешь и вот сюда пришиваешь. Вот так, вот если хватит, вот столько же рыжего будет. Ну, сколько хватит. Это будет при входе. Здоровский, хороший, да. Коврик, конечно, шикарный. Ну, правда красивый? Да, да, да. Здоровский. Я тоже. Вот ты, когда мне его показывала, я думала, он у тебя вообще черный, а он вон какой красивый. Нет, он такой все цвета, которые у нас в плитке. Вот у нас же такой венгий цвет, потом светлый, а потом рыжий. О, шея! Лена вон навязала шею сейчас модно. Я просто решила, мальчики, мы Илюшке купили свитер с брючками такими классными. У него же пальто драповое темно-синее. И носят комуты. Но единственное, их уже весной будут носить. Сейчас подаляску не надо. Хомут какой-то вообще. И я решила, что нужно связать хомут. И связала ребенку хомут. Красивый. Ну, вот здесь вон так здорово, да, Нинулечки. Ну, если Нюлечка захочет. А там мы будем делать шкаф. Там сейчас ничего нет. Ну, а почему она не захочет? А что ты думаешь? Она что-то жила. Ну, как хочет она. В общем, каждый выбирает. Зато мы добавили, как вы видите. Ну, я бы на второй этаж, может, и пошла. Ну, ладно, это уже же Нинина вроде как. Ну, как хотите. Я говорю, ты можешь выбирать, Нина может выбирать. Три комнаты. А я... Так, а где тут свет включается? Зато мне целый этаж. Здесь вот у меня прямо вся комната и диван. Да, мы положили дуб сушить, который на кухне будет. Нет, я, конечно, на третьем. Да, я тут уже привыкла. Мне уже здесь хорошо. Вот и тюльки я тебе помесила. Да, с тюлью вообще стало как уютненько, классненько. Здесь, Боба! Сюда надо лампочку еще. Здесь очень мало света. Да, тут темно. Хотя бы еще одну. А сюда мы можем лампочку вкрутить? Ой, ну вот, это моя комната. Я прямо сюда зашла и как будто домой попала. Вот Леночка. Леночка моментально сообразила салатик. Не сообразила, но сообразила. Соображает. Да. У Лены все получается просто лихо. Это рукола, да? Да. Это рукола с нашего. А есть у тебя вот эта горчичка-то, вот эта мернышка? Конечно, все есть. А покажи, какая. У Лены такой вкусный салат с руколой получается. Это просто-просто что-то. Вот такая вот у нее горчичка. Вот. С маслом еще там, да? Мы не голодные все. Мы сейчас... Мы у родителей сегодня так наелись, что чисто символически перекусить. Чисто конкретно. А Вова будет топить камин. Давайте отодвинем стол. Да, вот этот вот стол. Ух ты, как ловко оказывается у вас. Раз-два и готово, да? Слушай, а может мы зря затеяли ничего? Может мы зря затеяли? Камин там, все, ничего. А ты считаешь, что... Не хочется камин. Хочется. Хочется, но мне кажется, суеты куча. Да вообще... Прямо какая суета? Суети нету, ва... Общая, как один-то высажив. Да, в конце концов. Мы что, не в тякном доме живем, не в своем доме. Скажи, Лена, конечно, свободная женщина. У вас очень все просто. Нет, у нас просто очень бесстойно. Раз и все, всю мебель передвинули. У нас нет соседей, которые мы размышляем. Нет, это еще хорошо, что у вас мебель не тяжелая получается, да? Да, легкая. Ну, в общем, все. Вот какая красота-то, господи. Топим этот. Да, я пойду переодеваться. Да, сделаем салат. Пойду в домашнее уже переоденусь. Я вот так вот еще по спортивному и по дорожному одета. Все, мы пойдем уже переодеться. Сейчас пойду. Я еще, у меня даже не было еще возможности переодеться с дороги. То туда, то сюда. Сначала к родителям, потом поехали в торговый центр на точке к девчонкам. Всех развезли по домам. Теперь вот только домой сами добрались. Ну вот, Леночка здесь развела какую бурную деятельность. Это у нас домашняя лапша. Это у нас грибочки с кальмарами. Ой, Лена, как вкусно. Это у нас салатики. Здесь и рукола, и зеленый салат, и капуста, и сельдерей, и сыр. Вот. А здесь Вова уже растопил камин. Ой, обожаю камин. Я, кстати, так скучаю. Вот почему единственная вещь, по которой скучаю в Анкоридже, это камин. И вот сейчас здесь, это у меня вот такая вот ностальгия. Я просила, говорю, хочу, хочу, камин. И вот Вовочка развел его. Вот. Так что вот так вот мы готовимся садиться ужинать. А еще у нас здесь вот такой алкогольный стол образовался. Это у нас виски, бальзам, кола. Ну все, ребята, хочу вас отдельно поблагодарить за камин. Это просто вот мечта, мечта моя сбылась. Ну, с кем ты там говоришь? Вот. С нами за стол. Хочу вас поблагодарить за шикарный стол, как обычно. Ты уже уходишь? Сюда, смотри, в серединку встал графин. Нет. Смотри, как красиво. Ну ладно, давай, Валюша, за приезд. Да, спасибо за прием, как обычно, теплый. В общем, все, ребятушки, вот так вот мы сидим. Давайте. Пока-пока, всем пока-пока. Пока.